Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии уже новой недели. Снова возвращаемся на финансовые площадки, чтобы оценить ситуацию, которая сложилась за прошлой торговой сессией и за выходные. Хорошо, что на этих выходных ничего значимого не произошло. Если бы было иначе, вы бы это уже смогли наблюдать на открытии азиатской торговой сессии. В США сегодня день независимости. Можно ожидать то, что волатильность на финансовых площадках будет желать лучшего. Но все-таки, понимая то, каким фоном сейчас руководствуются трейдеры, все что угодно может произойти в любой момент. Это также нужно прекрасно понимать. Англия не является членом Европейского Союза. По-прежнему какие-то проблемы с применением 50-й статьи Лиссабундского договора, предполагающие реализацию самого процесса, выхода из состава ЕС. Как только на рынке будет появляться дополнительная конкретика по поводу договоренности отдельных стран, по поводу согласования некоторых положений, в частности, правительством Англии и между прочими европейскими странами, тогда мы будем ожидать всплеска интересных движений на финансовых площадках, к которым мы должны быть готовы. Начнем давайте традиционно с динамики нефти. Не забывайте о том, что сегодня в 16.30 состоится вебинар «Правильный понедельник», где мы подведем итоги фундаментального характера прошлой недели. Посмотрим на основные события, которые у нас на повестке этих пяти дней и поставим каткосочные цели на вот эти предстоящие пять торговых сессий. Бренд «Клосс» прошлого дня, пятница, 50.63, сейчас актив торгуется на отметке 50.39. Но никак мы не можем продавить общими с прочими участниками рынка, имеющимися фундаментальными усилиями, актив ниже этого рубежа. И затащить его к более-менее сейчас интересным ценовым значениям поддержки 47-48 долларов за баррель, чтобы тогда уже иметь представление о том, что есть запас прочности и, скажем, есть вероятность того, что актив продолжит снижаться. Если вернуться к фундаментальной картине, то, что бренд настоятельно не хочет покидать зону выше 50 долларов за баррель, указывает на то, что либо, скажем, есть серьезная поздиция трейдеров, которые тащат актив повыше, к тем уровням, которые сейчас очень трудно спрогнозируют. Либо большинство участников, которые торгуют сейчас через повышение этим активом, продолжают отыгрывать фундамент, связан с некогда актуальным фактом сокращения и снижения объема производства в Нигерии, в Канаде, сокращения запасов нефти США по причине сезонных факторов и, честно говоря, более других фундаментальных предпосылок для роста на рынке попросту нет. Даже тогда, когда мы с вами говорили про запасы нефти США, мы понимали то, что статистика сопряжена с реальностью, сезонные проявления спада запасов и, по идее, реакция трейдеров не должна была быть такой динамичной, как есть. Но будем надеяться, что этот восходящий импульс вот-вот будет сломлен и трейдеры все-таки потащат активы ниже. Что касается факторов, указывающих на то, что бренд остается аутсайдером. На прошлой неделе, вы помните, мы вернули к статистике по объемам производства в ОПЕК и констатировали, что по итогам прошлого месяца производство выросло на 250 тысяч баррелей в сутки. Это много. Мы знаем то, что в Нигерии также за прошлую неделю снова производство возобновилось в плане роста и поднялось больше, чем на 100 тысяч баррелей в сутки. Ну, Канаду мы уже давно закрыли, как вопрос, который и фактор, регион, создающий угрозу для приложения на рынке, поскольку пожар уже далеко позади. И, в принципе, канадские производители уже вернулись к прежним уровням добычи нефти. Второй момент, который второй по счету, но ни в коем случае не по степени важности. Это распад Европейского Союза. Мы говорим о последствиях негативного характера, которые будут иметь место быть для мировой экономики, и понимаем то, что иначе и быть не может, поскольку такого рода события мы еще не обсуждали, не интерпретировали, не отторговывали, по сути, не наблюдали. Европейский Союз буквально до референдума, который состоялся 23 июня, как нас заверяли, был абсолютно неделим и нерушим. Просто извечная интеграционная такая категория объединения европейских стран, которая сейчас уже не является таким целостным обществом, поскольку мы понимаем, что вслед за Англией могут последовать и другие регионы. Поскольку участники рынка следят за развитием событий по поводу Англии, долгосрочные трейдеры не отказывают себя в удовольствие подкрепить свои короткие сделки и, собственно, ожидания снижения по бренду WTI тем, что эта ситуация в любом случае не может не сказаться на спросе на нефть. И еще один момент, на который сейчас обязательно стоит обращать внимание, это самая актуальная, на мой взгляд, фундаментальная статистика, это количество буровых в США по данным Бейкер-Хаджеса. Отчет вышел в пятницу, традиционно в 20.00 по московскому времени. Мы с вами, будучи фундаменталистами, которые понимают и видят предпосылки для увеличения количества сланцевых буровых, настраивались на то, что увидим прирост в 5-7 платформ. По факту плюс 11 с прошлого показателя 330, сейчас мы констатируем уже их количество 341. И получается, что увеличение количества платформ, разумеется, логично будет увеличивать и объемы производства. Значит, надеюсь, в перспективе самого ближайшего времени мы сможем добавить еще регион, который увеличивает приложение, включить в состав этих стран и государств еще и Соединенные Штаты Америки. Даже вопреки присутствующим ожиданиям того, что в США объемы добычи будут только снижаться, тем самым создавая возможности для роста актива. Поскольку Brent сейчас находится в узкой фазе консолидации, мы понимаем, что как раз в текущих рубежей должно пойти ралли. Либо Brent умудрится рвануть к 55 долларам за баррель, либо все-таки осознает необходимость того, что уже очень долго находится на недостойных, явно с учетом фундаментальных картинных уровнях и, соответственно, будет снижаться. Я надеюсь, что второй сценарий является более предпочтительным и вот уже который месяц я не отказываюсь от того, что этот актив нужно продавать. Я думаю, что среди вас есть также те трейдеры, которые поддерживают общую фундаментальную картину и также, как и я, с ожилением, периодически смотрят на то, что трейдеры, либо те, кто просто толкает актив выше, игнорируют этот фундамент. Российская валюта 64,07. То, что Brent снова оказался выше 50, поддержало и курсы национальной валюты. Кроме того, председатель Центрального банка России в пятницу сообщил о том, что они уже не так остро сейчас мусорят тему, связанную с пополнением золотовалютных резервов, то есть покупки валюты. Я думаю, что трейдеры, которые ориентировались на то, что ЦБ может начать действовать по мере укрепления рубля, поскольку появляется возможность закупиться дешевая валюта. Сейчас количество сторонников такой идеи немного снизилось. Но все-таки Центральный банк, он никогда не упускал возможности пополнить ЗВР и нужно понимать, что если мы увидим все-таки серьезное давление на Brent, это вполне возможно. Тогда рубль снова начнет пятиться назад против основных конкурентов и, может быть, ЦБ России решит, осознавая дальнейшее неизбежное снижение позиций Brent, все-таки воспользоваться последним шансом и затариться валютой. Если это произойдет, то через спрос на иностранную валюту мы увидим дополнительное давление на рубль. Ну и так понимаем то, что рубль, он сейчас с большей вероятностью закрепится за сопротивление 66, неже чем претендует на снижение ниже 63. Поэтому идея по рублю остается прежней, девальвация. Мы находимся в диапазоне там нескольких рублей уже в течение длительного периода времени. Это, опять же, связано с тем, что и Brent, собственно, торгуется на одном и том же ценовом отрезке в диапазоне 48,50 и 51,5 и никак не может, собственно, двинуть дальше. Будем следить за фундаментом и надеемся то, что в ближайшее время рынок все-таки получит достаточно оснований, чтобы затащить оба этих актива. Будем надеяться к тем ценам и ожиданиям рубежам, которые являются нашими ценами. Европейская валюта против доллара. В пятницу мы увидели, как евро снова вырос. В частности, вся торговая пятидневка была очень удачной для европейской валюты. Может быть, это было связано с чрезмерными распродажами, которые мы наблюдали по факту подведения итогов британского референдума. Ну и плюс ко всему не стоит забывать, что еще на прошлой неделе было несколько хороших и сильных отчетов по еврозоне Германии. В частности, мы следили за рынком труда Германии, за индексом потребительских цен еврозоны, где он смог покинуть отрицательную территорию и добраться до плюса 0,1% в пятницу. Еще вышли данные по индексу деловой активности в производственном секторе Германии и еврозоны. В частности, Германия 54,5% рост с 54,4%. По еврозоне также прирост 52,8% с 52,6%. Для кого-то хорошая статистика является возможностью снизить ожидания, потому что Европейский Центральный Банк пойдет на решение программы количественного смещения. Но я здесь таких иллюзий предлагаю не питать, поскольку это совершенно неправильный подход. То, что мы видим сейчас отголоски тех секторов в плане улучшения картины, это все статистика, которая была объективна до того, как Англия не покинула состав Европейского Союза. Сейчас мы уже понимаем, что это случилось, поэтому на эту статистику я предлагаю вообще не обращать никакого внимания, потому что она уже не отражает объективные картины. Вот дальше будет только хуже. Да и если отталкиваться, забыть про то, что еврозона борется с крайне низкими значениями по инфляции, мы понимаем то, что ЕЦБ может пойти на радикальное стимулирование, поскольку является регулятором, в мандате которого находятся функции и полномочия любыми способами подстегивать экономический рост и противостоять тем угрозам, которые являются причинами его спада. Вы помните, что даже сам Европейский Центральный Банк Марио Драги отметил, что экономика еврозоны из-за ситуации в Англии может неплохо потерять ближайшее время по экономическому восстановлению. Я думаю, чтобы не допустить как раз реализации того, что может случиться, сейчас мы должны еще и понимать, что в любой момент на рынке может объявиться решение ЕЦБ, которое, как и любой экономический стимул, сверхмягкого даже, экономического стимулирования поддержки, закладывает очень хорошее потенциал ослабления национальной валюты. Для евро это коррекция и снова, как минимум, тестирование поддержки на уровне 1.10. И я думаю, что мы дождемся этого решения уже совсем скоро, потому что, уверяю вас, мы действительно вступаем на новую тропу девалюционных войн, поскольку многие мировые ЦБ сейчас будут поддерживать идею, опять же, восстановления экономического роста, сначала своих национальных экономик, потом уже все мировые экономики, как следствие, через экономические стимулы. И я считаю то, что первым у нас начал отметиться Банк Японии, потом следом пойдет Банк Англии, и еврозона, наверное, не будет отставать, прогремит третьим регионом решением по либо снижению процентных ставок, либо расширению кюрии. Ждем снижения европейского валютного актива. Я призываю вас сейчас быть излишне осторожными, чтобы не занимать, может быть, не совсем оправданных сейчас длинных сделок, даже несмотря на тот рост, который мы наблюдали на прошлой неделе. И по возможности поискать даже те ценовые уровни, которые будут ознаменованы как раз короткой сделкой и, соответственно, продажами евро. Далее идем. Фунт против американцев. В пятницу вышел также хороший отчет по Англии. Индекс деловой активности в производственном секторе рост 52,1,50 и 1, но точно так же, такая же параллель, как и с еврозоной. На статистику сейчас не нужно обращать никакого внимания, потому что картина будет только ухудшаться. И то, что фунт в пятницу оказался под давлением, это является также следствием того, что трейдеры продолжили резонировать от конференции председателя Банка Англии Карни, который ясно дал понять то, что Банк Англии, по сути, вынужден сейчас задуматься, и не просто даже задуматься, а уже в самое ближайшее время, может быть, даже по итогам уже июльского наседания, пойти на снижение процентной ставки. Единственное, что сейчас обсуждают рынки, каким образом это будет осуществлено. Резкое сокращение ставки, либо постепенное, последовательное снижение, в зависимости от того, как будет меняться фундаментальная картина. В любом случае, даже если Центральный Банк Англии снизит процентную ставку не на 0,5%, а на 0,25%, это все равно серьезный шаг и радикальное вмешательство, которое будет создавать серьезное давление на британскую валюту. И плюс ко всему, может быть, даже Банк Англии не отделается только снижением процентной ставки, а запустит свою программу количественного смельчения. Поэтому, когда мы с вами говорили про евро, я считаю то, что как раз первым у нас в июле может отметиться Банк Японии, потом как раз английский регулятор и следом пойдет еврозона. В общем, давление на рисковые инструменты будет по-прежнему преобладать. И я напоминаю вам про те инвестиционные идеи, которые транслируются сейчас через инвестиционные декларации многими банками. В частности, мы следим за BNP Paribas, Morgan Stanley. Они считают то, что прогнозируют до конца этого года британская валюта с текущих значений. В частности, актуальные ликтировки по фунту против доллара 1.32.94. Эта пара может пролететь до следующей поддержки, мощнейшей поддержки и находящейся очень далеко. Это уровень 1.25. А до этого были еще более радикальные прогнозы, связанные с тем, что фунт может ослабнуть до отметки 1.20. Никто сейчас не верит в рост британца. Я на самом деле тоже. Поэтому рекомендую вам продавать фунт против всех основных конкурентов. Доллар японская иена. Очень неоднозначный фонд в пятницу у нас был. Факторов достаточно присутствовало как для роста американца, так и для распродажи. В частности, если говорить про то, что мы видели интерес локально в отношении американца против иены, он был связан с выходом хорошей статистики по индексу деловой активности от АСМ. Действительно, отчет очень хороший. 53.2 с 51.3. И он, в принципе, замкнул неделю сильных отчетов. Тем более, что у нас был прирост и по ВВП, по личным доходам и расходам, сдачи на пособия по безработице снизились. И индекс производственной активности также подрос. Плюс ко всему, поддержку доллару еще оказали комментарии Булларда, который отметил, что влияние Брекзита на США будет минимальным, если не нулевым. На этом, собственно, позитив кончается. После этого трейдеры переключились уже на негатив. Из статистики, это индекс разгона инфляции снизился с 63,5 до 65. И еще, помимо конференции Булларда, составилось еще выступление Лоретты Мейстер. Важно то, что эта дама является голосующим членом ФРС. И так вот, она отметила то, что сейчас уже скептически настроена в отношении голосования за повышение процентной ставки. Потому что лучше всего, что сейчас можно сделать и за что можно ратовать в ходе следующего заседания ФРС, это адаптацию к тем новым условиям, которые формируются по факту выхода Англии из состава ЕС. Чтобы не допустить расползания негатива, лучше сейчас не повышать волатильность на финансовых площадках и не закидывать на рынок еще один фактор неопределенности, как дальнейшее ужесточение монетарной политики. Соответственно, если будем руководствоваться позицией Лоретты Мейстер, получается то, что ФРС снова уйдет в глухую оборону и будет придерживаться такой выжидательной позиции, может быть до конца 2016 года и, скорее всего, даже по консенсус прогнозу, сейчас если сослаться на него, большинство участников рынка считают то, что первое повышение процентной ставки состоится в середине 2017 года. Точнее, не первое, а следующее. Первое у нас уже было. Я считаю то, что на такой долгосрок смотреть давайте не будем. Ситуация меняется молниеносно практически внутри каждого дня. Наша задача следить за статистикой. В частности, на этой неделе у нас non-farm payrolls, которые будут сигнализировать о состоянии американского рынка труда. И еще, что важнее, посмотрим за динамикой роста заработных плат. Это сейчас важнее. Если статистика будет уж очень хорошей, тогда у нас, на мой взгляд, будут основания не отказываться, точнее даже не убирать в долгий ящик. Другой серьезный фундамент, второй по значимости после Брэкзита, это возможности ужесточения монетарной политики и разгона краткосрочных процентных ставок в США. Для доллара это потенциальная поддержка. Плюс ко всему я еще хочу обратить ваше внимание на то, что не нужно забывать и про Банк Японии, который уже говорил, что может проявить решительность валютной интервенции, собственно, обозначить на рынке, либо снизить процентную ставку. И вот сегодня, в ходе утреннего выступления представителей Банка Японии, стало ясно то, что есть возможность дождаться снижения процентных ставок, либо более мягкой экономической политики еще до выборов, которые состоятся в Верхнюю Палату Парламента в Японии. Это, на мой взгляд, если мне не изменяет память по датам, середина июля. То есть этого месяца совсем чуть-чуть. Будем следить за новостным фоном. Не отказываемся от того, что Банк Японии все-таки может осмельчить экономическую политику, что будет выступать фактором давления на японскую валюту. Ну а по доллару, как я уже сказал, у нас есть поддержка фундаментальная, поэтому в целом ждем, что USD иена будет карабкаться. Не быстро, постепенно, но все-таки вверх. И ближайшая цель это 105 иен за доллар. Из других валютных активов ничего интересного не произошло, поэтому в целом констатируем просто ценовые значения. Австралийц против доллара 0.7519. Новозеландская валюта 0.7192. USDCAD 1.2873. Здесь канадцу очень неплохо помогла растущая нефть. Но так же, как и рост, может быстро смениться настроение. И вслед за восстановлением мы увидим коррекцию. Тем более, что довольно частое явление, когда актив растет на 3-4%, и буквально на следующий день теряет ровно столько же. Поэтому по USDCAD ближайшее сопротивление 1.30 – это тестирование в самые ближайшие несколько дней. Если американская статистика не подведет, тогда у этой пары будет еще один триггер для роста. И 1.32 – это среднесрочная цель. USDCAD 0.9732. Немного отошли мы от локальных максимумов, но это только возможность, чтобы проявить решительность тем, кто еще воздерживался от трейдинга пары USDCAD. На мой взгляд, это чуть ли не самая предсказуемая валютная пара, поскольку мы можем говорить об этом благодаря решительности Национального банка Швейцарии, который не просто провел валютную интервенцию, но и обещал повторить их, если фунт, точнее не фунт, а швейцарская валюта снова начнет укрепляться. Из важных отчетов сегодняшнего дня стоит обратить внимание на индекс цен производителей в 12.00 по еврозоне. Это отчет, который сигнализирует о инфляции. Но все равно, в целом, ключевым фундаментом останутся дополнительные комментарии и новости по поводу Брекзита. Поэтому не стоит забывать о том потенциале негатива, который в любой момент может быть реализован по евро и может стать причиной серьезного ослабления. Бонус на сегодня 14% в кодовое слово «стимул». Чтобы воспользоваться им, достаточно связаться с вашим персональным менеджером, поменять это слово на бонус на пополнение. Действует он до следующего брифинга, то есть до завтрашнего утра. Большое спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш официальный канал на YouTube и ставить, безусловно, лайки. Еще раз большое спасибо за внимание. Хорошей торговой сессии. И сегодня увидимся в 16.30 по московскому времени на вебинаре «Правильный понедельник». Всего доброго. До свидания.